В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. 1 сентября через неделю. Горячая пора у родителей. Подготовка школ и столовых и пешеходных переходов для несовершеннолетних. И Рязань станет красивее на 20 тысяч цветов. Август. Время сбора ребенка в школу. До 1 сентября осталось ровно недели. И у многих родителей сейчас самая горячая пора. Подготовка к учебному году. На чем не стоит экономить и где можно купить все и сразу, узнавал Артем Бухвалов. В последнее время сборы ребенка в школу даются родителям нелегко. Ведь с каждым годом школьные принадлежности становятся дороже. А некоторые из них порой надо еще и поискать. И тут на помощь родителям могут прийти всевозможные школьные базары и акции больших супермаркетов. Низкие цены в Глобусе. Меня очень порадуют, потому что тонкие тетрадки. Потому что у нас в городе очень дорогие. По 10 рублей. А тут можно по рублю очень много купить. Мы каждый год сюда приезжаем. И в Новопустной покупаем все здесь. Мне очень нравится Глобус. Блоки от 6 листов и обычные тетрадки. Очень полезная штука. А если ребенок идет в школу в первый раз, для родителей это становится большим испытанием. Ведь 1 сентября их чадо должно почувствовать этот праздник и быть самым красивым на линейке. А тут новые требования к форме, новые учебники, рюкзаки и концтовары. Все это нужно купить вовремя. Ну и по возможности бюджетно. Хлопот много, забот надо. Вещей новых, которые не знаем, забыли. У нас были другие требования в школе. Сейчас совершенно другие. Соответственно, ну и приятных эмоций тоже много. Этот ребенок растет. Учиться хочу. Вы уже все купили? Форму купили? Ну нет, вот еще докупаем. Форму, конечно, купили. Основные вещи купили. Ну мелочи такие, которые... А вот вчера собрание было там, да, надо было докупить. Вот сейчас будем докупать. Мне нравятся тетрадки с красивыми рисунками. Например, вот такими. По данным агентства ТАСС, Министерство образования правительства Рязанской области сообщало о том, что сборы ребенка в школу, включая покупку концтоваров, учебников, ранца, формы и спортивной одежды, в 2015 году обходилось родителям более чем в 10 тысяч рублей. В текущем году эта цифра выросла до 14 тысяч. Ну, конечно, ощутила. Потому что у меня трое детей. Конечно, дороговато. Хотелось бы, конечно, подешевле ребенка одеть. В целом, сборы ребенка в школу сегодня обойдутся на 10% больше, чем в прошлом году. Все школы прошли приемку и начнут работать 1 сентября. В новом учебном году в Рязанской области откроется более 300 общеобразовательных организаций. В их числе две новые современные школы в Кадамском и Ряжском районах. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции с участием министра образования Рязанской области. По словам министра образования региона Ольги Щетинкиной, во всех муниципальных образованиях региона работали комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному году. Все школы прошли приемку и начнут работать 1 сентября. К приемке были предъявлены все образовательные учреждения. Приемка осуществляется комиссионно. В состав комиссии входят контрольно-надзорные органы, это Роспотребнадзор, управление МЧС по Рязанской области, а также сотрудники образовательных организаций и общественность. Отвечая на вопросы журналистов, Ольга Щетинкина отметила, что в одну смену будут работать 95% общеобразовательных организаций. В этом году ремонтные работы проводились на 274 объектах. Из них 187 школ. В текущем году Рязанской области из федерального бюджета выделено более 509 миллионов рублей. Средства направлены на строительство новой школы на 250 мест в селе Октябрьское Пронского района и школы в микрорайоне Дашково-Песочне города Рязани на 1100 мест. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. Кроме того, ведется строительство школы в селе Ильинке Скопинского района. Первый класс у нас в этом году пойдет более 11 тысяч первоклассников. Значит, это приблизительно столько же, сколько и в прошлом году. И я хочу сказать, что количество первоклассников у нас больше, чем количество выпускников девятых классов. То есть за последние годы у нас сложилась устойчивая тенденция увеличения количества обучающихся. Говоря об обеспечении безопасности школьников, Ольга Щетинкина проинформировала о том, что образовательные организации оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, тревожными кнопками, первичными средствами пожаротушения. Последний, но не по значимости этап подготовки к учебному году организация питания. Специальная комиссия осмотрела все школьные буфеты и столовые. Все они готовы на 100%. Оксана Тебенихина отправилась в фрестур, где узнавала подробности о главных поставщиках продуктов для городских образовательных учреждений. 1 сентября в городе откроют в своей двери 68 образовательных учреждений. В этом году торги на организацию питания у них выиграло муниципальное предприятие детское питание города Рязани. По-прежнему цена останется прежней, как и в прошлом году. 71 рубль – это обед и завтраки. И по-прежнему остается категория льготников, которые получают данный вид социальной помощи бесплатно. Это малообеспеченные дети опекаемые и дети-сироты. В прошлом году были созданы общественные советы по проверке качества приготовления детского питания. В этом году эта работа будет продолжена. И если до недавнего времени к проекту подключалось всего несколько школ, то сейчас руководителям учреждений поставлена задача в обязательном порядке создать общественные органы контроля. Таким образом, качество питания будет контролироваться постоянно. Детское питание провело ремонт в кондитерских цехах, в цехах горячих. Овощные цеха были отремонтированы все. Было закуплено новое оборудование. Это вытяжка над газовыми плитами в горячем цеху. Новую поставили в этом году мукопросеиватель с металлоулавливателем, чтобы исключить возможность попадания металлических предметов в тесто. Закуплено 80 тормозов новых для доставки горячего питания в школах города, которая буфетная продукция. Заключили договора на поставку сертифицированных продуктов питания. Конечно, акцент сделан был на рязанских производителей. Главным поставщиком хлеба в рязанские школы остается хлебозавод номер один. Ну а дополнительную кондитерскую продукцию планируется поставлять в образовательное учреждение города с хлебозавода номер три. Неминуемое приближение дождливого сезона напоминает нам о необходимости запастись всеми необходимыми лекарствами и средствами профилактики простудных и вирусных заболеваний. Олег Ивалев в ходе заседания правительства Рязанской области поставил задачу принять все меры для качественной организации своевременного проведения вакцинации жителей региона против гриппа. Как сами рязанцы относятся к сезонной вакцинации, узнаем из следующего сюжета. Вот и вновь пришло время разговора о профилактических прививках. Приближается осенний сезон, когда возможен всплеск простудных заболеваний гриппа. Поэтому необходимо уже сейчас полностью подготовиться к вакцинации населения и принять все меры для того, чтобы заявленный объем вакцины поступил в регион в оптимальные сроки. В Рязанской области сложилась хорошая практика, когда предприятия, организации приобретают вакцину и совместно с Минздравом проводят вакцинацию своих сотрудников, что тоже, в общем-то, снижает возможность возникновения различных эпидемий и осложнений для самих предприятий из-за болезни своих сотрудников. Поэтому эту работу надо продолжить. По плану прививки должны получить 40% жителей Рязанской области. Для этого требуется 380 тысяч доз вакцины. 129 тысяч доз уже поступили в регион. Еще на 30 тысяч сделана заявка в Министерство здравоохранения. Но готовы ли сами рязанцы к сезонной вакцинации? И как они вообще относятся к процедуре прививания? Когда в университете заставляют, то да. А так сами по себе нет. Никакого желания нет? Не знаю. Предлагают. В смысле так не предлагают, а просто в больницу ходить привиться. Нет. То есть как цели нет такой? Нет. Помогает. То, что я за. Вы стараетесь в период вакцинации все-таки провести эту процедуру, да? Да. Я не прививаюсь, нет. Вы против принципиально? Нет, не против. Тоже, опять же, если в университет, то да, в университет, а сама не пойду. Ну, я не знаю, а что там. Может быть и полезно, может и не полезно. Ведь я же не знаю, я никогда не прививался. Вот прожил пока 80 километров. Вы прекрасно выглядите. Наверное, дело в том, что вы не прививались никогда. Может быть. Важно понимать, что стопроцентным оружием против гриппа вакцина не является. Вакцинация может избавить вас от осложнений, но не исключает вероятности заболевания гриппом. Аварии на дорогах, которые продолжают случаться, зачастую уносят жизни и причиняют вред здоровью порой самым незащищенным участникам дорожного движения и пассажирам. Так, за сутки в Рязани пострадал велосипедист и погибла пожилая женщина. Подробнее расскажет Наталья Новикова. 24 августа в 12 часов дня на 69-м километре автодороги Спасклепик и Рязань. Город Рязань им 44-летний житель областного центра, управляя автомобилем Рено с полуприцепом, совершил наезд на двигающегося в попутном направлении велосипедиста. 63-летнего рязанца, который попал под колесо полуприцепа. Как поясняет водитель фуры, велосипедиста он не видел и тот сам перестроился в полосу движения грузовика. По словам очевидцев, которые ехали за мной, пожилая пара мужчин и женщин, он съезжал вот оттуда, сверху, с большой дороги. Вероятнее всего, пошел у меня на пол. Потому что если бы я его видел, я бы принял меры и осторожности, соответственно, пропустил бы его. То есть вы его не видели? Я его не видел. Если бы я эти вещи очень... 25 лет ездил за рулем, я бы, соответственно, принял бы быстрее все меры. Я бы не сталкивался с этим. В результате ДТП велосипедиста с полученными травмами доставлен в больницу. А 25 августа в 9 часов утра на 186-м километре автодороги М5 Урал города Рязани 80-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-3107, двигаясь со стороны Москвы в направлении Челябинска, совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, который остановился, чтобы пропустить пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 81-летняя пассажирка на отечественной легковушке от полученных травм скончалась на месте аварии, а водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Работа по улучшению состояния уличнодорожной сети города Рязани сотрудниками госавтоинспекции проводится на постоянной основе. В частности, в преддверии 1 сентября особое внимание уделяется пешеходным переходам, по которым в день изднаний пойдут в школу несовершеннолетние пешеходы. За летний период этого года сотрудниками отдела ГИБДД по городу Рязани было обследовано 73 школы города на предмет нарушений нормативных актов в части неудовлетворительного содержания уличнодорожной сети. По результатам обследований выявлены недостатки у 55 образовательных учреждений города. Сейчас они устраняются и на сегодняшний день в процессе реконструкции находятся подъездные пути и пешеходные переходы у 24 школ областного центра. Основные недостатки боевые – это нарушение асфальтно-дорожного покрытия, выбраны на проезжей части, отсутствие пешеходных переходов, отсутствие знаков, предупреждающих и указывающих на переход проезжей части детей в данных местах, либо ограниченная их видимость и, соответственно, отсутствие специальных пешеходных ограждений там, где они предусмотрены в законодательстве. На сегодняшний день нами выдано 29 предписаний работников дорожных и эксплуатационных служб. В настоящее время они в шаговом периодичном порядке устраняются, все выявленные недостатки в ходе комиссионной проверки. Наказаны уже 11 должностных лиц. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляется круглосуточно. Основная работа дорожно-эксплуатационными службами проводится в ночное время, так как зачастую приходится перекрывать целые улицы или отдельные участки дорог для безопасного осуществления всех ремонтных действий. Несмотря на все отмеченные недостатки, к первому сентября дороги у школ нашего города будут приведены к требованиям нормативного законодательства, и родители смогут спокойно, не боясь за безопасность своего ребенка, отпустить его в школу. В последний раз в этом сезоне сегодня высаживали цветы на клумбы на Первомайском проспекте. В цветниках появится 6 видов сортов лиловых, пурпурных и синих цветов различных оттенков. Всего запланировано высадить более 20 тысяч единиц цветочной рассады, выращенной в собственном питомнике дирекции благоустройства города. Подробнее Анна Герцовская. Может быть, лето и подходит к своему завершению, но красоты в городе от этого не становится меньше. Помимо того, что в течение года в Рязани многократно высаживались цветы, они появляются на клумбах города и сегодня. За два дня в Рязани было высажено около 20 тысяч цветов. Несмотря на пасмурную погоду, Рязани расцветает. Эти цветы называются колиус и фестука. Они должны оставаться еще такими же яркими, красочными на протяжении нескольких месяцев. Рассада была выращена в питомнике дирекции благоустройства города. Цветы будут радовать граждан до самых заморозков. В основном работы были произведены именно в центральной части города. Делаем мы это в связи с тем, что у нас как-то на этой стороне, Первомайского проспекта, отцвела бархотка, стала не совсем приглядной. И мы решили заменить ее на те цветы, на те растения, которые еще всю осень будут радовать глаза рязанцам. И хорошее настроение при этом у нас будет создаваться. Подобного рода растения уже не первый год высаживаются в Рязани. Цветы хорошо приживаются, несмотря на то, что многие из них выглядят очень нежными и хрупкими. Достаточно прихотлива, но она не первый год мы ее высаживаем в городе. Сейчас мы можем колиусы увидеть около драматического театра. Там змейка вдоль улицы Циолковской посажена. Она хорошо ведет, она красивая очень. Поэтому я думаю, что никаких проблем с этой рассадой не будет. Если сравнивать нынешние времена с тем, какая Рязань была раньше, можно отметить, что, к примеру, в 50-е, 60-е годы деревьев и цветов все же было больше. Например, сейчас нельзя увидеть деревья в таком количестве, как раньше на площади Победы, на улице Дзержинского. Однако многие места как будто бы остались без изменений. И даже если еще несколько лет назад цветов и зелени в какой-то степени было меньше в Рязани, то сейчас ситуация выходит на прежний уровень, а может быть становится даже и лучше. Ведь куда приятнее горожанам в эти дни, особенно накануне нового учебного года, для многих являющимся праздничным событием, видеть город в таком цветущем, красивом формате. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера и летнего настроения, несмотря на погоду. Субтитры создавал DimaTorzok